Людмила Артемьева Людмила, вы родились в Германии. Расскажите, пожалуйста, как это получилось? Нет, это большая ложь. Я вру на протяжении уже многих интервью, тщательно скрываю свое место рождения и думала себе город под названием Дессау. В общем-то композитор такой немецкий. Не могу сказать, что я увлекаюсь его творчеством, но вот как-то он мне ближе. Вот так вот и повелось. Ну как так получилось? Ну как так случилось, спасибо Господу Богу, что это случилось. А то бы сейчас сидели по-моему сейчас с вами и тут вот в ручонке нахлопали. Папа у меня там служил. Ну в принципе это информация ко мне мало имеет отношения, потому что я, честно говоря, ничего не помню из того периода. А сколько вы там прожили? С момента рождения, ну где-то года четыре, может быть пять. Где-то вот так. А вы возвращались туда после? Не получается. Не получается. Не получается. Ну как-то вот так вот. Не получается. Хочется вот приехать туда. Я хочу приехать на свою историческую родину, как я это называю. С юмором, конечно. А вот, ну не знаю как. Хочу туда приехать просто вот ходить, побродить, а не то вот как обычно гастроли или еще что-то по работе. Так не получается. Учили ли же немецкий язык и знаете? Вы с самого детства хотели стать актрисой или мечтали, может быть, о чем-нибудь другом? А сейчас, знаете, уже столько раз отвечала на этот вопрос, что, наверное, сейчас уже, наверное, буду врать. Буду говорить, что да. Да нет, наверное, не то, что не мечтала. Не было, знаете, вот такого понятия. Вот я хочу. А мне это нравилось как-то вот баловаться, радоваться. И много занималась этим, занималась, ну, так вот, для себя. А на самом деле это, наверное, самое вот это вот верное. Когда занимаешься чем-то для себя, не показушно, а для себя, и из этого выходит какой-то не ерундовый толк. Ну, я имею в виду в нестечковом таком масштабе. Какая ваша роль самая любимая, и кого бы еще хотелось сыграть? Вы знаете, они все мои любимые. Они все какие-то вот прямо для меня. Потому что каждая работа – это определенный этап моей жизни. Когда-то я была счастлива в Яралашах, которых, по-моему, четыре у меня было. Когда-то я была счастлива в рекламе, хотя, казалось бы, да? Когда-то я была счастлива в «Барышне-крестьянке», «Мисс Жаксон» я играла. Это одна из моих вообще первых таких более-менее крупных ролей. Вот. Сейчас я как бы только начинаю поэту, но мне это все нравится. И они, конечно, все мои любимые. А может быть, что-то хочется особенно сыграть? Есть какое-то такое? Конечно, я хочу. Как это принято говорить? У меня есть планы, у меня их много. И все к вам я и расскажу. Потому что это тогда будет неинтересно. Отказываетесь ли вы от ролей, и что это за роли? Отказываюсь. Мне предложились сыграть в какой-то эротической пьесе. Почему на меня пал выбор, я не знаю. Вообще не считая это искусством. Вообще не считая это обнажение своего тела, ну, как сказать, достижением человека. Ну, такими созданы. И надо иметь отсутствие мозгов, чтобы это возводить в ранг какого-то искусства или еще чего-то. Это моя точка зрения. Ваши героини в фильмах, они такие сильные, независимые женщины. Скажите, в жизни вы такая же? Ну, на какие-то черты, наверное, они сходны. Ну, знаете, вот сейчас вот так глупостью мы сейчас будем заниматься, проводить аналогию моих персонажей. Это персонажи разные. И мы разные в разные какие-то периоды. Сейчас вот пришла после пробок. Не могу сказать, что я сейчас лояльно настроена. Ну, я понимаю, что это такой, знаете, как сказать, неинтеллигентный беспредел на самом деле. Это кто-то кому-то надо проехать, или какие-то гости в Москву приехали очередные. И перекрывается все движение. Бессовестно. Роль Людмилы Артемьевой в популярном сериале «Таксистка» создала определенный образ актрисы. Теперь журналисты все чаще спрашивают ее о том, умеет ли она менять колесо у своей машины, любит ли водить и как относится к пробкам. Отвечать на эти вопросы Людмила не очень любит, а предпочитает говорить о чем-то более интересном. В своих интервью вы говорите, что вы вегетарианка. Расскажите, пожалуйста, как это получилось? Ну, я не считаю, что это какая-то тема для разговора, просто это мое видение, мое мироощущение. В последнее время очень модно вести здоровый образ жизни. Как вы к этому относитесь? Я не понимаю, что такое здоровый образ жизни. Ну, не знаю, правильно питаться, заниматься спортом. Заниматься спортом. Я, наверное, хорошо отношусь. Не понимаю, что такое правильно питаться. У меня нет как бы такого правильного питания. Я не занимаюсь спортом совсем. Не хожу в фитнес-клубы. В общем, поэтому это, наверное, вопрос не ко мне. Я ничем не могу посоветовать людям. Если человек считает, что вот это для него хорошо, вот я считаю, что это, наверное, правильно. Если он считает, что ему полезнее поспать какое-то время, не тягать гири там или еще что-то, а наоборот, допустим, найдется такой человек, который скажет, ну, как же это не потягать-то гири, ну, это же с ума сойти может. Поэтому тут рецептов-то нет и не слушайте всяких тютик и дедек. Они дураки. А как вам удается так сохранять хорошую форму? Что вы для этого делаете? Ничего, я очень ленива. Очень ленивая, у меня нет времени. Ничего. Спать, когда есть момент прислонения. Вот даже вот сейчас вот с вами говорю. Потому что такая атмосфера очень, очень вот такая вот располагающая. У меня уже глаза просто закрываются. То есть каждую секунду своего времени, свободную от напряжения какого-то, от энергетических затрат, стараюсь заснуть. Ну, а как? Ну, как-то так. Как вы относитесь к салону красоты? Я их люблю очень абстрактно. Я там раз в пятилетку, может быть, открою какой-нибудь журнал, посмотрю, скажу, ну, надо же, ну, как здорово, и закрою. Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете, и есть ли какое-то, может быть, у вас занятие, занимаясь которым вы достигаете гармонии? Я люблю слушать музыку, музыку, музыку релакс, этно, классику, черт-чила, вот эта вот, эта музыка, которая, в принципе, она любое мгновение мое, даже на работе, если у меня есть возможность, я на отдыхе. Вы любите путешествовать? Бывает, если у вас время на это? Да я обожаю путешествовать, и на самом деле времени нет, и я, видите, я так хитро поступила, и я выбралась в такую профессию, и я все это комбинирую, и получается, что я так схитрила. Я путешествую благодаря своей профессии. А вот, может быть, есть какое-то место, куда очень хочется поехать, но еще не поехали на неделю? Я бы хотела побывать в Дании, потому что там жил Андерсон. Я думаю, что он там, наверное, и живет, его душа. А вот мне кажется, что почему-то в Дании вот там, вот это, наверное, родина сказок. Хотя я понимаю, что и у нас живет в Устюге Дед Мороз. Ну, как-то мне вот так меньше верится, чем то, что в Дании живет великий сказочник, и он ничего не придумал, он просто взял и списал это с каких-то персонажей. Что вам нравится в мужчинах? Чем мужчина может вас обаять? Ой, у каждого мужчины своя, своя какая-то степень, будем говорить. Кто-то магический голос. У кого-то невероятные, так сказать, такие гармоничные движения какие. У кого-то улыбка невероятная, у кого-то интеллект. Это же по-разному. Какие подарки вы любите? Какие вам нравятся? Подарки? Люблю, ну, конечно, я люблю подарки. Может быть, какой-то запоминающийся был подарок такой? Да, был подарок один раз. Мне хотели подарить дом в деревне. Да. Это действительно, ну, такого, такого. А не подарили или вы отказались? Я отказалась, потому что это не в Подмосковье. Встречались ли в вашей творческой жизни назойливые поклонники? Ну, я как-то стараюсь все-таки лавировать. Периодически меняется телефон, номер телефона. Там есть понятие агентов, которые, да, микшируют вот это вот. Ну, мне как-то везет. И я встречаю людей, для которых это, наверное, какое-то, может быть, хобби, может быть, отдушина. Есть поклонники, которые почти каждый, почти каждый спектакль, допустим, дарит цветы. Они верхинтеллигентные. Я помню только лица, больше ничего. И вы знаете, меня поразили сейчас в киноэпопее, я уже так назвала, таксистка. Был эпизод с Газманом. И так получилось, что на какой-то вот маленький этот эпизодик были вызваны его, так скажем, фанаты. Некоторые приехали из Питера. Вот именно на этот эпизод, на этот снималось уже в холодное время. А мы снимали лето, все разделись. Несмотря на это, в общем, были мужественные, стойкие, интеллигентные, вверх корректные. Вот. И после того, как они проводили своего кумира, они попросили разрешения сфотографироваться со мной. Я сказала, ну, конечно, я говорю, хотя мне странно, вот, фанаты Газманова. Возникла пауза, тишина. И весь этот дружный коллектив, сказал представительница, которая как раз была в Питере, она сказала, мы не фанаты, мы поклонники. Вы знаете, вот ко всему надо относиться с уважением. И они меня удивили по-хорошему. Может быть, вот мне везет, да, на каких-то. Но люди ненавязчивы. У меня есть три девочки, три ласточки, которые каким-то своим энтузиазмом, они хотят открыть сайт, посвященный моей персоне скромной. Я сначала брыкала, сопротивлялась, а потом, ну, как бы я дала добро, и эти девочки вызывают у меня уважение. Потому что они собирают какой-то материал. Даже если бы у меня началась мания величия, я бы хотела создать сайт имени мне, у меня бы не хватило сил физически вот это вот все собирать. Я бы плюнула и сказала, да ну ее, первая бы. Это труд затрачивается, понимаете, это энтузиазм. Так что, так. Ну, вот, наверное, последний вопрос. Как уже? И чайку не попьем. Ну, какие планы на будущее, на ближайшее, может быть? Ну, вы знаете, о планах я не буду говорить, потому что это, ну, как-то это не принято. Ну, я имею в виду, может быть, не по поводу работы, а вообще. Ну, я просто хочу, я могу сказать о том, что сделано, допустим, сейчас хочется, вот, завершается работа, но вот опять, видите, продолжение, кто в доме хозяин. Четвертый блок, таксистка, в процессе съемочном. На стадии завершения проекта «Золушка». Все, что касается меня, вот очень интересный, Юрий Морозов снимает игры, там, феи, вот, снимается ночью, все, все ночные съемки. Это интересно. Завершен проект, который снимался в Киеве, называется «Леший». Вот. Ну, вы знаете, я даже, я, мне так интересно сегодня, что мне даже не интересно, что будет завтра. А сегодня вдруг раздаются какие-то предложения, очень, очень интересные, правда. Я многим проектам отказываю, не потому, что мне не интересно, просто мне физически нет времени. А проекты предлагаются очень интересные. Так что, как только, так сразу вы первые будете знать. Сейчас. Поблагодарить за то, что вы визит к нам. Мне очень приятно. Это неожиданно, правда. Вы знаете, включить вам от имени нашей компании золотую дисконтную карту. Да что вы. Вы даете вам право на 10-процентную скидку на дополнительные услуги во всех отелях нашей сети. Да что вы. Пожалуйста. Благодарю вас. Торжественно. Ребята, надо запечатлеть. И такой символ нашего отеля. Полбалкона. Нет? Нет? А что? Такой симмер. А! А я ведь кот по гороскопу. Спасибо. Ребята, практически Оскар. Это Оскар? Спасибо вам огромное. Я хочу пожать ваше... Будем очень рады видеть вас. Поблагодарить. Я уже выразила комплименты по поводу благостной обстановки. Сейчас голос мой был тих. Все мои пробочные вот эти переживания, все сразу утонули в этих креслах. С удовольствием обнаружила для себя вас. В общем, так что спасибо, надеюсь. Спасибо большое. Наши интервью с Людмилой Артемьевой плавно перетекло в душевный разговор, который не хотелось заканчивать. То ли атмосфера способствовала беседе, то ли обаяние талантливой актрисы, а скорее всего и то и другое. Однако выходной Людмилы подошел к концу и надо было прощаться. Впереди у нее еще много работы, много проектов и планов, как в творческой жизни, так и в личной. Спасибо большое. Всего доброго. Пожалуйста, поклонникам. Дорогие мои, не задавайте себе кумирам. Наверняка вы сами по себе представляете замечательный интерес. Не только ближний, который вас окружает, но и вас сами. Поэтому интересуйтесь самими собой ими. Пока.